Добрый день! Вы смотрите итоги недели телеканала Улправда ТВ. Мы собрали самые значимые новости Ульяновской области за прошедшую неделю. С вами Сергей Прус. Начало недели в государственном секторе – это традиционное аппаратное совещание. На этот раз оно выдалось жарким. Губернатор Сергей Морозов озвучил ряд решений, среди которых отстранение от должности министра строительства и архитектуры Ульяновской области, разбор транспортных проблем и возможные наим руководителей из других регионов. Подробности у Егора Титова. Губернатор провел аппаратное совещание в областной детской школе искусств. Но в начале заседания говорили не о вопросах культуры, а о безответственности отдельных чиновников. Сергей Морозов отметил, что жители региона возмущаются тем, что они не сдерживают своих обещаний. В частности, это касается дольщиков в дом номер 5 по улице Панорамной. В связи с этим губернатор распорядился освободить от занимаемой должности министра строительства и архитектуры Алсуса Дреддину. Именно вот так будем подходить. Обещали сделать, не сделали, лучше всего попросить прощения и вымолить свои грехи, чтобы люди вам дали возможность в новый срок реализовать это. Либо заявление на стол и до свидания. Предупредил в очередной раз об ответственности губернатора и руководителя муниципалитетов. До 31 декабря должны быть разработаны дизайн-проекты всех дворов и общественных пространств, которые ждет благоустройства. Не сделайте, я вам вполне официально заявляю, перечисления денег не будет. Потому что все попытки идти вам навстречу заканчиваются весьма плохо. Потому что вы срываете сроки, а значит срываете наши общие с руководством страны обещания перед людьми. Потом вы делаете это все некачественно, с нарушением законов, с нарушением всяких подзаконных актов. В результате появляется представление, либо еще того хуже. Начинается, в том числе, разборки страны правоохранительных органов. Еще одно невыполненное обещание касается маршрута номер 28. Губернатор отметил, что ему приходит большое количество жалоб на несовременные движения автобусов. Люди готовы уже жаловаться президенту России Владимиру Путину. Завтра в 6 утра приглашаем руководителя данного маршрута Хадирметову Ирине Ивановну. И будем вставить вопрос о разрыве договоров обслуживания данного маршрута. И наведем в течение этой недели порядок, о чем я вас проинформирую сам лично. По этому маршруту также поеду. Губернатор получил усилить контроль за регулярностью общественных перевозок. Обратил глава региона внимание на то, что эта проблема касается не только города. Во многих районах люди не могут уехать в райцентр и пользуются такси. Главы муниципалитета должны взять на себе решение этой проблемы. На аппаратном совещании были подведены итоги недели национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Центральным событием недели стал 11-й бизнес-форум «Деловой климат в России». Пожалуй, наверное, это самая масштабная неделя национального проекта, которая из всех трех в текущем году была нами реализована. Хочу отметить, что общее количество участников в этом году форума превысило 2000 человек. Это 15 регионов и 5 стран мира. Хочу отметить, что более 50 мероприятий прошло. Губернатор проучил руководителя муниципальных образований подготовить свои инвестиционные послания. Также глава региона выступил с инициативой активизировать диалог с самими успешными муниципалитетами в стране. Их опыт должен перениматься в Ульянской области. В том числе руководители из других регионов будут приглашаться на работу в нашу область. «Я даже вот сейчас рассматриваю возможность тому, что будет такое существенное обновление руководства правительства, многим министрам, зампредам, председателям предложить поехать и проявить себя в муниципальных образованиях. Почему нет?» Неделя нацпроекта по развитию предпринимательства завершилась. Началась неделя национального проекта «Культура». Старт ей был дан на аппаратном совещании в областной детской школе искусств. Выделены деньги на реализацию нацпроекта в этом году освоены на 85%. В правительстве нет сомнений, что до конца года результат будет стопроцентным. «В целом на сегодняшний день можно констатировать, что реализация этого проекта на территории региона в 2019 году осуществляется достаточно успешно, потому что контрольные точки не нарушены, целевые показатели достигнуты. И по оперативным данным за 11 месяцев один из самых главных показателей, который ставится для нас как ориентир в реализации этого национального проекта, рост посещаемости учреждений «Культура» уже вышел на ту заявленную цифру, про которую мы говорили, по результатам года. По итогам нацпроекта «Культура» в этом году отремонтирован театр «Кукол». Запущен проект земского театра. В следующем году будут открыты еще два земских театра – «Солдатская Ташлея» и «Карсуне». Закуплены музыкальные инструменты для областной детской школы искусств, и продолжается ее ремонт. На укрепление материально-технической базы школы было выделено порядка 12 миллионов рублей. Благодаря этому мы завершили ремонтные работы по фасаду зданий, входной группы, учебным кабинетом этого здания, электромонтажные работы. Мы выполнили работы по ремонту ворота и забора. И в этом году мы сейчас, буквально на этой неделе, завершаем работы по кровли этого здания. В следующем году школа отметит 80-летие со дня своего создания. Предлагается присвоить ей имя губернаторской школы для одаренных детей и создать на ее базе Центр по воспитанию резервы для дельфийских игр. В завершении аппаратного совещания губернатор сообщил, что подписал распоряжение о строительстве Дворца художественной гимнастики. До конца 2020 года необходимо выйти на завершающий этап. Дворец будет носить название «Татьяна-арена» в честь знаменитой ульяновской гимнастки и тренера Татьяны Грибковой. Егор Тестов, Александр Кудряшов, новость «Улправда-ТВ». Продолжим одну из тем, которая была озвучена на аппаратном совещании. Разговор о злополучном доме на улице Панорамной в северной части города. Уже в среду появилась новость, что собственники более 300 квартир этого долгостроя наконец-то получат ключи от своих квартир. Новоселье запланировано уже в январе будущего года. Наталья Чумаченко пообщалась с дольщиками. Качественные материалы, прекрасный вид из окна, уютный спальный район. Об этом думала жительница города Ульяновска Наталья Пановская, покупая однокомнатную квартиру в микрорайоне Репина-Искра. Сделка была оформлена в сентябре 2018 года, когда строительство многоквартирного дома уже находилось в завершающей стадии. Женщина приобрела все необходимые материалы для ремонта своих квадратных метров. Даже успела выбрать обои в гостиную, когда на руки получила письмо от подрядчика. В документе было написано, что строительство дома по улице Панорамная 5 приостанавливается на неопределенный срок без объяснения причин. Мы ждали. Ну, тут уже инициативная группа организовалась. И как-то начали думать, как решать эту проблему. В итоге загвоздка в чем оказалась? В канализации. Вот и за это можно выразить благодарность губернатору города, что он взялся решение этой проблемы, нашли выход из положения. И министерство строительства, что они потом уже определились с инвестором. Вопрос сдачи многоквартирного дома по улице Панорамной 5 сегодня находится на контроле правительства и министерства строительства архитектуры Ульяновской области. Выработаны мероприятия для подключения дома к канализационно-насосной станции. Получена исполнительная документация от компании подрядчиков «Свияжская строительная компания». Проблема была та, что застройщик не выполнил проектное решение по канализации этого дома. Объект достаточно большой и в процессе строительства в этом году менялась схема канализации. И объект подключили к другой КНС, который у нас находится за школой, ниже школы. Поэтому приняли несколько таких новых технических решений. И это потребовало вливания, допустим, порядка 14 миллионов рублей. Эти деньги предусмотрены в региональном бюджете, и поэтому это позволило стройку эту сдвинуть с места. Сейчас на строительной площадке кипит работа. Завершается установка пожарной сигнализации, благоустраивается прилегающая территория, произведен пуск тепла в дом. Планируемый срок сдачи объекта в конце декабря 2019 года. Это значит, что сотни ульяновцев смогут получить долгожданные ключи от квартир уже в январе будущего года. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Улправ.ДТВ. Переместимся ближе к центру. Здесь, на улице Красноармейской, тоже есть долгострой. Про этот дом наши корреспонденты подготовили не один материал. Похоже, что подарок под Новый год будет. Дольщики дома на Красноармейской надеются отметить праздник в долгожданных квартирах. В этом многоквартирном жилом доме зарегистрировано 48 участников долевого строительства. Что сейчас происходит с долгостроем, расскажем в нашем материале. Квартира в шестиэтажном доме в центре города со своей парковкой и подземными гаражами. Чем невыгодная покупка? Так считали собственники 48 квартир дома номер 140 по улице Красноармейской. Дом должны были сдать еще пару лет назад, но подрядчик обанкротился, а люди до сих пор ждут свое жилье. Сегодня проблемный объект долевого строительства наконец готов к вводу в эксплуатацию. На сегодняшний день дом готов к вводу в эксплуатацию. Разрешительные документы сейчас все оформляем, проектные документы все полностью готовы. То есть вода подключена к дому, электричество подключено к дому. Буквально с минуты на минуту ожидаем подключения газа. И как только у нас будет газ, мы включаем котлы и ставим уже дом под отопление на постоянное. Новый подрядчик переделал кровлю, установил ограждение лестничных клеток и балконов, ворота на гаражах, отремонтировал пандус. Благоустроительные работы будут доделаны весной, когда сойдет снег. Уже до конца недели будет подписан акт, и дольщики начнут получать ключи от долгожданных квартир. Поэтому давайте сразу сейчас уже начинать, спускайте там, пускай эти образцы документов пускай готовят. Потому что с понедельника уже пошли, соответственно, начинать подписывать акты. Дом на Красноармейской станет первым объектом, который завершен благодаря принятым мерам поддержки. Согласно им, застройщик по компенсационным выплатам получит более 23 миллионов рублей. Анна Тищенко, Юрий Ломатов, Новости Улправда ТВ. Новая квартира – это хорошо. Все новое и какое-то время исправно служит. А если дому много лет? Износ здания компенсируют капитальным ремонтом. Только вот проводится он не всегда качественно. Наш следующий материал из Димитровграда. Камнем преткновения стал погодный регулятор. Почему система, позволяющая существенно снизить цифры в платежках, оказалась неугодна жителям дома номер 10 по проспекту Ленина? В хитросплетениях и последствиях капитального ремонта разбирался Камеран Кичимайкин. Ничем не подмечательная четырехэтажка на проспекте Ленина. В этом году система отопления дома была подвергнута капитальному ремонту. Были заменены радиаторы, змеевики в ваннах и подводные коммуникации к дому. Разумеется, согласно федеральному закону подрядчик оборудовал погодный регулятор. Однако данное приобретение крайне не понравилось жильцам. Сейчас у нас вопрос решается про узел вода. Это погодный датчик, это насос, автоматика, который к нам подключили, которых у нас никогда не было, этих датчиков. Мы на нормативе, наш дом. Поэтому я считаю, что нам его вообще не нужно было ставить, потому что у нас нет ни учета тепловой энергии, ни воды, ни холодной, ни горячей, но такой у нас дом. По просьбе жителей дома с Ульяновска приехала целая комиссия с представителями подрядчика, фондом организации ЖКХ региона и строительного контроля. Также в комиссию вошли депутаты местной думы. В целом нареканий по работе оборудования у комиссии не возникло. Представитель стройконтроля решил на простых словах объяснить главную проблему жителей. Вопросы связаны с тем, что когда дали тепло и не включено еще погодных регулирований, напрямую шло, тут тепла хватало всем. Сейчас включили прибор регулирования, за счет этого регулируется подача. Жители не понимают одного, что если температура на улице плюсовая, то температура подачи должна быть меньше, иначе идет перерасход тепла и так далее. Вот это проблема. Таким образом получилось, что согласно закону все необходимые работы подрядчик выполнил. Несмотря на затянувшееся начало отопительного сезона. Температура в квартирах реально упала с 26 до 24-23 градусов. Но это тоже значительно выше нормы, прописанной в законе, плюс 18 градусов по Цельсию. Получается, что жители и правда начнут экономить на отоплении, поскольку погодные регулирования не позволят дому забирать дополнительные теплоносители системы, когда он не нужен. Из ситуации можно сделать только один вывод. Люди не захотели выходить из зоны комфорта и хотели оставить все как есть. Видимо, пока люди не получат потешки со снизившимися расходами на отопление, жители дома до конца не поверят, что капитальный ремонт действительно помог им сэкономить и остаться с новой системой отопления. И последние новости сферы ЖКХ. В Заволжье обвалился канализационный коллектор. ЧП случилось на выезде из Нового города на перекрестке проспектов Созидателей и Дружбы народов. Как раз там, где проходит несколько троллейбусных и автобусных маршрутов. В чем причина аварии, расскажем в нашем материале. На пересечении проспектов Созидателей и Дружбы народов произошел порыв на коллекторе. К работам приступили той же ночью. На данный момент движение на участке дороги по 40-му проезду инженерному частично перекрыто. Произошел порыв на самотечественную канализацию диаметром 1000 мм. Всю ночь силами водоканала производились работы по устранению данного инцидента. Сейчас производится откачка канализационных стоков. Сегодня в течение дня работы по замене вышедшей из строя трубы продолжатся. На месте работают 10 единиц спецтехники муниципальных предприятий Ульяновск водоканал и Ульяновск электротранс. Место раскопки находится в непосредственной близости от опоры контактной сети. От падения ее удерживают при помощи автокрана. По прогнозам городской администрации, к часу дня будет восстановлено движение троллейбусов. Третий маршрут будет ходить по установленному расписанию. Первый маршрут будет ходить до четвертой проходной. И с изменением маршрута по улице Антонова будет уходить по улице Антонова. В вечернее время троллейбусная и маршрутная линия, по словам руководителя управления, будет восстановлена. Анна Тищенко, Новости, Управда ТВ. О мошенниках. Совсем недавно мы рассказывали о схеме мошенничества с регулировкой и ремонтом пластиковых окон. И вот новая тема. На этот раз медицинская. Подробности у Павла Полового. Старики страдают от недостатка общения. Место, где они могут пообщаться, где они могут поговорить, зачастую становятся поликлиники. Они любят ходить сюда, сдавать анализы, общаться. За этим тщательно следят мошенники. И потом, после выхода с больницы, начинается развод. А вот какой, об этом мы расскажем сегодня. Основными жертвами мошенников в наше время становятся пенсионеры. Ведь их легче всего убедить в том, что им жизненно необходимы эти окна, двери и прочее за 60 тысяч рублей. Или лекарства, как в нашем случае. Родственницу Людмилы Гурьяновой пытались развести на 150 тысяч рублей. Ей на той неделе в среду позвонили в 10 часов утра по домашнему телефону из поликлиники. Представились работникам поликлиники, по имени и отчеству обратились. Спросили, вы сдавали недавно кровь? Она говорит, сдавала. Когда? Вот тогда. Ну вот мы ваш анализ отослали в областную больницу. У вас очень неблагоприятный анализ. И вот если хотите, мы вам дадим право поговорить с главным врачом. Главврачом областной больницы по легенде жуликов. Явился мужчина. Он сказал, что у 80-летней иммунное заболевание. Однако оно заразное. Поэтому родственников лучше пока не посвящать. Лекарства есть, но квоты на Ульяновск, квоты нет. Поэтому есть возможность купить это лекарство. Мы вас сейчас переключим на Санкт-Петербург. Переключили, назвали там регалия профессора. Тут тоже стал с ней разговаривать очень активно. То есть зомбирование произошло буквально за 15-20 минут. Причем такое сильное, что человек уже со слезами в голосе стал просить прислать ей лекарства. Лекарства женщине пообещали при условии, что она до 14.00 переведет 150 тысяч на счет, который ей продиктовали. Началась паника. Она позвонила моему мужу срочно, говорит, пускай бежит Люда за деньгами в Сбербанк. Принесет мне 150 тысяч, иначе тот ее начал уговаривать, что это развод. Нет, вы ничего не понимаете, я скоро умру. Меня поместят в специальную клинику, сказали, в хоспис. Брату женщины удалось убедить пациентку мошенников перед отправкой денег поехать в поликлинику, где она сдавала анализы. Там все врачи в один голос заявили, что ее анализы хорошие, и никакого заболевания у нее нет. Когда врач объяснил, пришла домой, и опять же, потом по новой одна пошла, без него уже, выставила очередь к своему участковому, и та ее убедила, что у вас, во-первых, анализы нормальные, хорошие. Во-вторых, ну, такого просто не может быть со стороны врачей, по телефону. Уважаемые граждане Ульянской и Ульяновской области, наши специалисты никогда не сообщают пациентам о диагнозах, о результатах анализов по телефону. Сотрудники областной больницы не будут звонить пациентам, сообщать о необходимости госпитализации, тем более, если данный пациент к нам не обращался. Особенно никогда мы не будем навязывать вам лечение, в том числе дорогостоящие, и покупку каких-то лекарственных препаратов. На этот раз мошенники ничего не получили. Тем не менее, от подобных ситуаций не застрахован никто. Я хочу сказать, чтобы люди, которые окружали пожилых людей, будьте внимательны к своим старикам, потому что их обманывают, ну, просто вот, за каких-то 15-20 минут. Остерегайтесь мошенничества, не давайте обмануть себя и своих близких. Улправда ТВ обладает информацией о номерах телефонов мошенников и расчетном счете, на который предлагалось переводить деньги. Мы готовы передать их правоохранительным органам. Павел Половов, Даниил Сурков, новости Улправды ТВ. На учете по онкологии стоят порядка 1800 жителей Верхней и Нижней террас Ульяновска. Всем им нужна качественная и доступная помощь. Желательно, чтобы недалеко от дома. Теперь такая возможность есть. Слово Ренате Алиуловой. Ездить на сеансы химиотерапии в областной онкологический диспансер на постоянной основе не придется. Достаточно получить с медучреждений справку, рекомендации врача и лечиться рядом с домом. Это касается жителей Верхней и Нижней террас Ульяновска. В Центральной городской больнице в полную мощь заработал дневной стационар онкологического профиля на 10 коек. Это в рамках национального проекта по одной из направлений доказания онкологической помощи населения. В следующем году планируется на 12 коек, то есть, скажем, на развернную деятельность. Чуть больше будет, то есть, оказание помощи для пациентов. Стационар работает на базе поликлинического отделения состоит из двух кабинетов. Приемный врача и процедурного кабинета. За состоянием пациентов следят два специалиста. Сам курс химиотерапии проводится различными способами введения цитостатиков и может длиться от нескольких минут до 6 часов. Тактика лечения подбирается специалистам в каждом случае индивидуально. Мы проводим палеотивную помощь, мы лечим химиотерапевтическими препаратами. У нас множество схем по лечению онкологических заболеваний. Также мы оказываем помощь симптоматического плана. Ежемесячному онкодиспансере больницы в среднем помощь получают 60 человек. Ринат Алиулова, Данил Сурков, Новости Улправды ТВ. К официальным новостям. Стимулировать инвестиционный рост и улучшать деловой климат в регионе начнут на уровне муниципалитетов. В регионе запустят систему регулярного менеджмента в инвестиционной деятельности глав районов. Об этом Сергей Морозов говорил на одной из площадок минувшего бизнес-форума «Деловой климат в России» и в своем ежегодном инвестиционном послании. Кто мы для Ульяновской области, для России в целом? Такой вопрос губернатор Сергей Морозов просил задавать глав муниципалитетов себе как можно чаще. Говоря о развитии страны, о развитии региона, каждый муниципалитет должен поддерживать. Он хочет быть пачерицем, он хочет быть халявщиком или он хочет иметь очень бурное развитие. Тем более, что сейчас достаточно активен малый и средний бизнес не только в Российской Федерации, но и за пределами Российской Федерации. О взаимодействии районов с малым и средним бизнесом, об улучшении их инвестиционной привлекательности говорили на практиками для муниципалитетов. Тематическая площадка прошла в заключительный день бизнес-форума «Деловой климат в России». Свой опыт на практиками в Ульяновске представили сразу несколько субъектов страны. Так, за год Гурьевский район Кемеровской области по инвестиционной привлекательности поднялся с 31-го места на 24-е. По качеству управления финансами среди муниципальных образований стали первыми. Глава района признался, многие инструменты в управлении берет из опыта Ульяновского региона. За менее года нам удалось погасить долги за 14 лет, порядка 265 миллионов различными способами, за счет налоговых маневров и эффективной судебно-претензионной работы, и за счет привлеченных субсидий, субвенций, плюс в рамках оптимизации бюджетных процессов. Черданцев отметил, в следующем году запускает в районе работу Дома предпринимательства, некого единого пространства для взаимодействия с бизнесом. Единое окно для трансляции задач региональных институтов развития и взаимодействия с бизнесом на уровне муниципалитета будет организовано и в Ульяновской области. В каждом районе появится агентство развития, которое будет выполнять и функции многофункционального центра для бизнеса. Об этом Сергей Морозов заявил в ежегодном инвестиционном послании. В каждом муниципалитете будет сформировано современное агентство развития для работы с инвесторами, малым бизнесом, для сопровождения бизнес-проектов, для перенастройки делового климата. Агентства будут единым окном для трансляции задач региональных институтов развития и взаимодействия с бизнесом на уровне муниципалитета. Глава региона также отметил, что в ближайшие два года пять районов получат статус особых муниципальных экономических зон, на которых будут действовать региональные преференции. Вы сейчас видите прообраз своих администраций. Не будет в том понимании, в котором у нас сложилась советская, ельцинская, отчасти путинская система управления территорией, а будет совершенно другая форма управления территорией, а по-другому форма взаимодействия с территорией. А чтобы избежать дисбаланса в распределении инвест-проектов между муниципалитетами, в каждом районе начнет работа общественный представитель губернатора по вопросам предпринимательства. Этот человек станет доверенным лицом как для местного бизнеса, так и для региональной власти. Сегодня произошло еще одно анонсирование, еще одного события, которое, наверное, тоже послужит в федеральной практике. Это создание общественных представителей губернатора на территории области, которые должны будут как раз таки взаимодействовать и координировать информационные потоки, в том числе и о проблематике. Таким образом, до 2024 года у каждого муниципального образования сформируется индивидуальный план инвестиционного развития. При Натали Улова, Руслан Баталов, Новости Уллправды ТВ. От инвестиций к правам человека. В рамках 11-го регионального гражданского форума национальной проекты «От стратегии к действиям» в Ульяновской области состоялось заседание Совета при губернаторе по развитию гражданского общества и правам человека. Такие советы есть далеко не в каждом регионе, поэтому подведение итогов его работы – задача, выходящая за рамки региональных границ. Подробности у Павла Полового. Расширенное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека прошло под председательством Сергея Морозова. Еще до начала мероприятия члены Совета были готовы делиться результатами почти полугодовой работы. Буквально недавно я была на правозащитной конференции. И на пленарном заседании, на котором присутствовали представители 23 регионов, коллеги с удивлением узнали о том, что у нас при губернаторе функционирует, работает плодотворно Совет по развитию гражданского общества и правам человека. То есть в других регионах этого совета нет. Ульяновская ноу-хау – не искусственная надстройка общественных институтов. Различные НКО, ТОСы и прочие общественные организации нуждаются в неком объединяющем органе, где можно было бы разрабатывать стратегические направления общественного развития. Именно для этого служит Совет, куда входят представители практически всех значимых общественных движений. Главная цель работы – научить жителей региона быть ответственными гражданами. Соответственно, жители должны вырасти. Жители должны сами думать, что им нужно. Вот развитие движения ТОСы. Заметьте, буквально совсем недавно ТОСов на территории Ульяновской области были всего лишь три. Я имею в виду, что за территорию города Ульяновска сейчас уже более 240. Гражданское общество развивается, движется. Буквально недавно мы совсем были на нескольких форумах. Ульяновская область ставит пример. Действительно, есть чему учиться. Но и нам есть чему учиться. Рейтинг нашей области по развитию гражданского общества неуклонно растет. Всего за год регион поднялся на четыре пункта. Наши НКО отличаются на фоне других регионов тем, что они достаточно дружные. Они друг друга знают. Они очень часто организуют какие-то партнерские проекты. И объединяют ресурсы для того, чтобы справиться с какой-то проблемой. И в рейтинге субъектов Российской Федерации по поддержке НКО и социального бизнеса наш регион занимает почетное 11 место. Напомним, что в Российской Федерации 85 равноправных субъектов. И стать 11-ми из 85 задача непростая. Секрет успеха заключается в том, что власть умеет договариваться с некоммерческим сектором и существенно помогает ему. Летом мы успели поработать с людьми повышенного риска инфицирования ВИЧ. То есть это наш совместный проект, о котором я сегодня буду рассказывать. Совместный проект областного центра профилактики и борьбы со СПИД и также нашей организации. Конечно, этот проект не единственный, реализованный за год. Еще 4 года назад НКО привлекали в регион не более 5 миллионов федеральных средств. Но теперь 50 миллионов. Соответственно, и помощь людям возросла в десятки раз. Деятельность совета, созданного губернатором, способна не только упорядочить деятельность каждого отдельного НКО, но и помочь найти страждущего. Для этого члены совета регулярно ездят в самые отдаленные уголки Ульяновской области, где проводят встречи с людьми и обсуждают их проблемы. Комиссия, на самом деле, та, которая выходит в народ, которая разговаривает с людьми, которая выезжает в Ульяновскую область и выявляет какие-то проблемы, и пытается решить эти проблемы. Выносит их, наверное, на общественное мнение, что ли. Я думаю, что обязательно нужен СПЧ в Ульяновской области. Ну, даже маленько похож на совет по правам человека при президенте Российской Федерации. Мы действительно хотим по-настоящему иметь не только счастливую, но и экономические, и духовно, и юридически очень комфортную территорию в масштабах Российской Федерации. И эту территорию называют Синдерская губерния Владимира Ленина в Ульяновской области. Недавно прошло заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России, которое с интересом смотрели члены регионального совета. Собравшиеся отметили, что сегодня существует ряд типовых проблем и их решений, на которых должна основываться работа региональных общественных деятелей. Павел Половов, Юрий Ломатов, Новости Улл, Правды ТВ. В Ульяновской области подвели итоги реализации государственного плана, связанного с конкурентной политикой. Заседание Координационного совета по внедрению стандарта развития конкуренции в регионе прошло в здании Центробанка. На мероприятие побывала наш корреспондент Рината Алиулова. Ульяновская область не выполнила указ президента Российской Федерации. Эта формулировка неоднократно звучала во время заседания Координационного совета по внедрению стандарта развития конкуренции в Ульяновской области. Итоги работы за 2019 год оказались не столь радушными, как хотелось бы. По результатам мониторинга реализации так называемого стандарта в Ульяновской области, из 36 ключевых показателей развития конкуренции на выбранных товарных рынках пока достигнут 32. Не все гладкое в рейтинге содействие конкуренции, которые формируются из двух основных блоков. Первый касается количества и качества реализованных стандартов развития конкуренции. Блок номер два – это достижение установленных целевых значений. В среднем в 2018 году, реализуя стандарт в Ульяновской области, мы получили показатели в размере 77%. В Российской Федерации такой показатель составляет 73,5%. Хочу сказать о том, что годом ранее этот показатель по Ульяновской области состоял 83,5%. То есть мы упали практически на 6,5% с вами. А вот показатель по Российской Федерации на 5% вырос. 21 декабря 2017 в стране вышел указ номер 618 об основных направлениях госполитики по развитию конкуренции. Глава региона Сергей Морозов хочет, чтобы все строго придерживались принципов, изложенных в нем. Документ должен быть настольной книгой каждого. На мой взгляд, уже у всех должно быть в крови, что развитие и обеспечение конкуренции – это, если хотите, вопросы национальной безопасности. Принципиально важным является, на мой взгляд, положение указа, которое определяет, что активность содействия развития конкуренции в Российской Федерации является приоритетным направлением деятельности для всех органов государственной власти. Сейчас одной из ключевых задач на 2020 год в реализации национального плана развития конкуренции является снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов госвласти и местного самоправления не менее, чем в два раза по сравнению с 2017 годом. Ведь и здесь регион не вписался в рамки указов главы государства. Количество нарушений со стороны муниципалов в 2019 году увеличилось в три раза. Все эти нарушения выявлены на основании заявлений и жалоб субъектов хозяйственной в Ульяновской области. То есть ни одно нарушение не выявлено в ходе инициативной проверки Федеральной антимонопольной службы. Ну, можно только догадываться, что если были бы такие инициативные проверки, возможно, таких нарушений было бы еще больше. Спирчаков озвучил одну из возможных причин – непонимание должностными лицами той задачи, которую поставил президент, и отчасти безответственность. Не нарушая традиции, вместе с главой региона, руководитель региональной антимонопольной службы подписал ежегодный план мероприятий по реализации соглашения о взаимодействии между службой и правительством на 2020 год. План включает пять блоков. Один из них связан с созданием в регионе проектного офиса по развитию конкуренции. Сергей Морозов просил возглавить его главу кабинета министров Александра Смекалина. Ринат Альгулова, Данил Сурков, Новости Уллправды ТВ. В продолжении темы подведения итогов. На этот раз по реализации национального проекта «Культура». На заседании Совета по вопросам культурной политики в Ульяновской области обсудили итоги первого года реализации данного нацпроекта. Подробности у Ирины Антоновой. Цель реализации нацпроекта «Культура» увеличить к 2024 году на 15% число посещений организации культуры и в пять раз число обращений к цифровым ресурсам культуры. Как отметил на заседании Совета по вопросам культурной политики губернатор Сергей Морозов, уже сейчас можно констатировать, что реализация проекта на территории региона успешно осуществляется в соответствии с утвержденным указом. По оперативным данным за 11 месяцев этого года рост посещаемости в учреждениях культуры составил больше прошлого года на почти 1,5%. По итогам первого полгода, я кстати напомню, мы занимали пятое место в Приволжском федеральном округе по росту посещаемости. По итогам девяти месяцев мы стали занимать уже четвертое место. По словам главы региона, посещаемость учреждений культуры говорит о многом. Это и увеличение количества домов культуры, и возросший интерес населения к культурным мероприятиям, в том числе и рост благосостояния граждан. Кроме того, в этом году был запущен долгожданный проект «Земский театр». Два победителя отборочного конкурса получат по миллиону рублей. Напомню, что «Земский театр» – это программа направлена на обеспечение региональной помощи специалистам профессионалов, которые поедут жить и работать на село. Мы хотим сделать так, чтобы театры, кино, киношколы, все-все-все, что связано с этим направлением культуры и политики, было в каждом муниципальном образовании. На совещании подняли вопрос сохранения народных промыслов, которые исторически существовали в том или ином районе. В регионе уже есть хороший пример реализации такого проекта. Этим летом в селе Преслониха на базе музея-заповедника Преслониха Родина Пластова состоялось официальное открытие социокультурного проекта «Артпространство Заваленка». Исторически сложилось, что на территории Корсунского района существует своя уникальная корсунская глина. Это территория сухого Корсуна, совершенно недалеко от Корсунского района, от села Преслониха. Соответственно, сырье у нас свое. И сырье корсунской глины всегда считалось традиционным для нашего района. И благодаря архивным документам, из которых мы узнали, что этот промысел в Симбирске был очень хорошо развит, и сувениры являлись очень уникальными на то время. В рамках заседания губернатор отметил благодарственными письмами некоторых работников культуры. Также глава региона вручил сертификаты стипендиатам премии имени Крамзина. Эта награда ежегодно вручается тем, кто внес вклад в развитие истории и культуры Ульяновской области, Среднего Поволжья. В их числе оказался профессор кафедры философии и культурологии Ульяновского педагогического университета Евгений Бурдин. Мы вот эту работу по истории христианства и православия на территории Ульяновской области и Среднего Поволжья проводим, ну, наверное, где-то уже лет пять. И одна книга у нас уже выходила на эту тему. И вот эти материалы новые, на основе которых нам эта стипендия присуждается сегодня, я надеюсь, они лягут в основу новой книги. Эта книга будет называться примерно так. «История культуры РПЦ на территории Среднего Поволжья». Окончательные итоги по реализации нацпроекта «Культура» будут подведены в начале следующего года. Ирина Антонова, Юрий Конихин, Новости Уллправда ТВ. Продолжим тему культуры, но речь не о национальном проекте. В прошлую субботу в Ульяновске отмечали день рождения симбирского Деда Мороза. Команда детских вестей нашего телеканала не только подготовила подробный репортаж с места событий, но и выведала у сказочного волшебника его главные секреты. Программа празднования сегодня очень насыщенная. Судя по толпам гостей, на симбирской вотчине Деда Мороза собралось несколько тысяч человек. Именинный квест стал похож на массовый новогодний марафон. А детей Дед Мороз приготовил 16 станций, и на каждой из них было отдельное задание. Ребусы, пазлы, фотосессии и даже мастер-каст по джиу-джитсу. Все, кто прошел квест, получили подарки от дедушки и его друзей. Ну а пока все были заняты выполнением каверных заданий, сам Дед Мороз сидел у себя в терме и принимал поздравления. Вот туда-то я сразу и направился. Сколько вам лет? Ох, ну чувак, не помню. Много-много. Столько времени прошло, что я не помню, сколько лет. Вот день рождения, когда помню, а лет много мне. Как вас называли в детстве? Не помню. Вот знаешь, как-то вот помню, что, наверное, Морозка, а сейчас уже Дед Мороз. Подарки имениннику начали дарить уже несколько недель назад. Их было так много, что Дед Мороз даже объявил конкурс, а точнее два, на лучший подарок и на лучшее видеопоздравление. Победители выручили призы на главной сцене. Все остальные участники тоже обиженными не остались. Каждый получил пригласительный билет в аквапарк. Вот главное мне интересно, откуда у Деда Мороза столько призов и подарков? Ведь не то, что в новогоднюю ночь, только сегодня на празднике он их несколько тысяч раздал. А где вы берете столько много подарков? Мне помогают мои помощники. Их у меня очень-очень много. А помощники где берут? Везде достают. Где могут? А как у вас помещается в мешок? Столько много подарков, а мешок же один, а детей много. А мешок волшебный. Поздравить сибирского Деда Мороза с днем рождения приехали Снегурочка из Костромы и Иван Царевич из Кирова. Они помогали дедушке вести праздничную программу. Концерт не единственное развлечение, которое именинник приготовил для гостей парка. Еще можно было бесплатно сходить за парк, покататься с огромных горок на ватрушках и пожарить зефирки на костре 12 месяцев. Интересно, а как сам Дед Мороз проводит свое свободное время? Чем вы летом занимаетесь? На север уезжаю. Туда, где прохладно, холодно, где снега не тает. А мне хорошо, комфортно себя чувствовать. А почему вы всегда в шубе? У меня же в помещении жарко. Это волшебная шуба. Мне хорошо, комфортно, прохладно. Первый раз вы на елку пришли 85 лет назад. А чем вы до этого занимались? Чем до этого занимались? Так же. Людям помогал, подарки ребятишкам дарил. Ну, так-то меня не приглашали. Ну, я так все это делал, так, чтобы меня не видели. А привычка эта до сих пор у меня сохранилась. Праздник именин рассеялся на весь день. Кваст — это только самое начало. Все с нетерпением ждут, когда стемнеет, потому что впереди главный подарок Деда Мороза — световое шоу из города Тольятти. Ну и, конечно, главная традиция праздника. Именно на дне рождения волшебного дедушки загорятся огни на первой новогодней елочке в Ульяновске. Во Дворце творчества детей и молодежи прошел бесплатный концерт «Человек придумал песню». Порадовать ульяновских зрителей приехали специальные гости из Казани и Томска. Организаторами концерта выступили Ульяновское отделение Русского географического общества и Клуб авторской песни. Ирина Антонова подробнее. Традиционный вечер туристской песни, организованный Ульяновским отделением Русского географического общества и Клубом авторской песни, в этом году проходил уже в десятый раз. В ходе мероприятия губернатор Сергей Морозов, который пришел на концерт и внимательно слушал его участников, вышел на сцену и поприветствовал музыкантов. Вот в этом году Русское географическое общество провело в Ульяновске более 25 различных мероприятий. Но декабрьский концерт туристской песни, пожалуй, самый любимый для людей. Зал, уверен, как всегда, будет переполнен сегодня. И к нам в гости приехали из Томска Роман Ланкин, из Казани Юлия Зиганшина, из Тольятти Артур Чубаркин. То есть я думаю, что сегодня и лучшие ульяновские исполнители авторской песни. Думаю, что сегодня будет просто замечательный вечер. За 40 лет существования Ульяновского клуба авторской песни было организовано множество крупнейших фестивалей и концертных программ. На этот концерт, совместный плод клуба авторской песни и РГО, пришли не только любители и исполнители авторской песни, но и путешественники, которые тоже неплохо владеют гитарой и частенько выступают. Зал был переполнен. Вы знаете, вот уже 10 лет подряд с Егором Игоревичем мы проводим концерт, который посвящен именно таким людям. Он называется, этот концерт, в народе его прозвали как «Вечер туристской песни». И сегодня он уже у нас многократный, очередной, долгожданный, желанный всеми концерт. Попасть на этот концерт у нас бывает тяжело, потому что все хотят, все желают слышать хорошие, задушевные песни. В концерте приняли участие ведущие исполнители авторской песни в Ульяновской области. Сергей Кочетков, Елена Ушакова, Станислав Кушманцев. Большое впечатление вызвало выступление ансамбля детской школы искусств «Номер 10». А вел концерт сам Александр Додосов, директор ДШИ «Номер 10» и детского школьного хора. На самом деле это не единственное мероприятие, которое мы проводим совместно с русским географическим обществом, которое, например, активно помогает нам в организации проведения уже ставшего традиционным фестивалем авторской песни в Ломах, которое проходит каждый август. Ну и многих других интересных начинаниях, которые есть сегодня в мире авторской песни. Именно благодаря поддержке русского географического общества мы действительно сегодня имеем возможность приглашать авторов не только Ульяновской области, но и близлежащих регионов Москвы, Казани. Одним из участников концерта стал Артур Чубаркин из Тольятти, врач по образованию. В свободное время Артур Владимирович много путешествует. Он прошел всю Чукотку, совершил первую парусную экспедицию в Антарктиду, дошел до Северного полюса на собачьих упряжках. Вообще, я вот сколько себя знаю, столько знаком с гитарой, потому что отец мой вертолетчик, и мы жили долгое время в гостинице, где застревали летные экипажи. И там была дежурная гитара, правда, семиструнная. Вот я сначала освоил семиструнную гитару, а потом после окончания школы переехали в Самару, а здесь Грушинский фестиваль свою взял, перешел на шестиструнную, и гитара с тех пор сопровождает меня во всех моих экспедициях. Кульминацией концерта стало выступление исполнителей авторских песен Юлии Зиганшиной из Казани и Романа Ланкина из Томска. Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни, а ядрома. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути, ждут замысловатые сюжеты. Надежда, мой голос земной, а удача награда за смелость, а песни довольно одной, чтоб только о доме не пелось. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Уллправда ТВ. Наградили почетных ульяновцев и перешли к обсуждению подготовки ко Дню Победы. В региональном правительстве прошло заседание Оргкомитета. Что приготовили для студентов и чем порадуют ветеранов, подробнее в материале Виктории Черковой. В декабре готовится не только к новогодним праздникам. Есть торжество, которое заслуживает особого внимания, 75-летний юбилей Великой Победы. В правительстве провели заседание Оргкомитета. Главы министерства, аппарат правительства обсудили планы подготовки. В мероприятии состоялось День Героев Отечества. В этот знаменательный день мы проводим, наверное, все же крайнее заседание Оргкомитета Победы в уходящем году. Хотя, если будет потребность, то обязательно найдем время. И сегодня нам совместно необходимо подвести итоги работы уже за уходящий год. А самое главное – обсудить подготовку к предстоящему году памяти и славы. Губернатор наградил выдающихся общественных деятелей. Звание Героев Малой Родины получили ульяновцы, которые активно участвовали в жизни нашего края. Активных граждан занесли в региональную книгу почета и одарили наградными знаками. Затем приступили к главной теме заседания. Как Минздрав заботится о наших ветеранах? Ина Чегирева отчиталась о проделанной работе. В регионе функционирует 39 мобильных бригад, куда входят соцработники и медики. А в больницах региона действует 96 специализированных палат. Там же организована Также у нас находится на контроле лекарственного обеспечения ветеранов. За этот год обратилось за льготным лекарственным обеспечением 33 человека. Все они обеспечены всеми необходимыми лекарствами, те, на которые у них выписаны рецепты. Молодежи необходимо напоминать о подвигах. Юные ульяновцы не заскучают от учебников и конспектов. В авиационном колледже придумали проект «75 шагов к великой победе». Квесты на эрудицию, оказание медпомощи и военное дело. Проект стартовал в октябре. Все студенты Ульяновска подключились к военно-патриотическому движению. В октябре-ноябре у нас уже были подведены итоги и заканчиваем мы это в мае. То есть, это у нас, естественно, будет парад победы, это будет бессмертный полк, заключительные такие этапы. Подведение итогов мы планируем после 15 мая. Проект проводится на конкурсной основе. Самые активные студенты победителя отправятся в путешествие. Главными призами будут поездки в города-герои Волгоград, Санкт-Петербург и Москву. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, Новости Уллправды ТВ. Открытия и находки этого года были представлены учеными в историко-мемориальном центре музея Гончарова, где прошла ежегодная конференция естественно научные исследования в Симбирском Ульяновском крае. Мероприятие направлено на расширение практики обмена результатами новейших научных исследований между учеными Ульяновского края и сопредельных регионов. О находках подробнее наш корреспондент. В этом году география участников конференции естественно научные исследования в Симбирском Ульяновском крае охватывает регионы Поволжья, Москву и Санкт-Петербург, а также Нидерланды. В конференции заявилось 70 ведущих специалистов и молодых исследователей. Они представили свои научные труды в пяти тематических секциях палеонтология, ботаника, зоология, история науки и экология. Пожалуй, самая интересная часть конференции презентация находок 2019 года, на которой были представлены факты регистрации новых видов растений и животных. И среди них есть большая группа паразитов. Это в прошлом году тоже у нас была группа Григорина, например. И авторы этих статей говорили, что на следующий год тоже будет много всего интересного связанного с ними, потому что тема благодатная. Мало чего там у нас на территории области было найдено. И в этом году это подтвердилось. Там большое количество Григорин. Также интересная находка это гнездо серой утки, которое у нас не отмечалось в гнездовании, а тут в Сурбском районе неожиданно пара уток была найдена. Среди находок новый для фауны Ульяновской области вид гидры. Маленькое животное, которое является кишечно-полосным. Он был найден в отстоявшихся пробах воды из озера Кряж Барышского района. Живую гидру, кстати, можно было посмотреть через лупу на выставке. Она находилась в специальной колбе. В Свияге специалисты выловили новый вид моллюска. Размер раковины которого менее двух миллиметров. Его видовую принадлежность пришлось устанавливать с помощью молекулярно-генетических методов. Еще один новый вид ракообразного моллюска был обнаружен на оптовой базе на проспекте Гая. Его завезли в город с морским окунем из северных морей. Паразиты находились под кожей рыб. Правда, для человека они не опасны. А у некоторых народов севера такая зараженная рыба считается деликатесом. Рекордсменами по количеству находок оказались энтомологи. Они в текущем году обнаружили 45 новых для области видов бабочек. В экспедиции в Лавинском лесничестве, которая входит в состав Сурского государственного заказника, участвовал учащийся 11 класса Лавинской средней школы. Он представил на выставке находка года 2019 несколько видов новых бабочек. Этим летом мы совместно с научным сотрудником Национального парка Сенгелеевской Егора Волкова Юлия Сергеевна и профессором кафедры биологии и химии Ульяновского государственного педагогического университета Вадимом Викторовичем Золотухиным проводили исследование, в ходе которого нашли несколько новых для области видов чешуекрылых. Всего в ходе полевого сезона 2019 по словам юного энтомолога было обнаружено 392 вида из 36 семейств чешуекрылых. Из них 39 видов были найдены в регионе впервые, а 10 впервые отмечаются в Поволжье, в восточной части Европейской России. Также этой осенью ученые-энтомологи обнаружили в Ульяновске первые очаги размножения каштановой минирующей моли, опасного вредителя конского каштана. На конференции также был презентован 20-й выпуск сборника докладов природы Симбирского Поволжья. Позже его можно будет найти в библиотеках. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Улправда ТВ. На этой неделе православные земляки отметили День покровителя Града Симбирска Блаженного Андрея. Что происходило на территории Спаса Вознесенского собора и какую программу мероприятий приготовили для ульяновцев, узнаете в нашем материале. День Святого Блаженного Андрея празднуют православные ульяновцы. К монументу покровителя Града Симбирска сегодня возложили цветы. В церемонии участвовал митрополит Иосиф, церковнослужители и прихожане. Почтить Блаженного Андрея пришли не только горожане, но и жители области. Отец Игорь Сила-Арбузовка рассказал о том, кому святой помогает в первую очередь. Это покровитель каждого страждущего человека, человека, имеющего житейские нужды, скорби, болезни, проблемы. Покровитель тех простых людей, которым мы являемся с вами, каждый из нас. Человек, который снисходит к немощам, интересным, обычного, простого, как теперь говорят, труженика. Человека, который на все житейские нужды и запросы наши откликается. Как известно, памятник Блаженному Андрею находится на территории Спаса Вознесенского собора. Десятки верующих со всей области приехали поклониться святому, попросить за родных и близких. Раиса Рябова из Тагая к празднику относится очень трепетно. Километры пути для нее не имеют никакого значения. Приехала из области, я не здесь живу, но с таким удовольствием встречаю этот праздник. Столько благодати, столько всего-всего, что я здесь получаю, что необходимо для моей души, для моей жизни, для моих детей. По изложениям цветов праздничная программа не ограничилась. В школе номер 52 состоится беседа на духовную тематику, а в областной школе искусств пройдет концерт, посвященный памяти симбирского покровителя. Виктория Черкова, Данил Сурков, Новости Управды ТВ. Парни, пылья везде прорублена, трасса везде проездная. Старайтесь, я думаю, держаться все-таки сейчас прорубленной трассой ни правее, ни левее, потому что она везде проездная. Последнее наставление и вперед штурмовать бездорожье. В Ульяновской области открыли ралли рейдовый сезон 2020. В Цельнинском районе прошла баха «Засечная черта». Соревнования получили статус первого этапа Кубка России по ралли-рейдам и регионального чемпионата холмы России. Участники и зрители начали собираться в центре села Большой Нагаткино еще затемно. Первым делом – осмотр машины и последние приготовления. Дальше – старт. Участников ждало два круга по 120 километров. Покрытие – снег и грунт. Дороги – лесные и полевые. Как в Ульяновской области эта гонка трехмерна, поскольку холмы, овраги, местами лесочки, надо быть очень осторожным. Вы видите, подморозило, скользко, то есть будет очень скользко, ну и, наверное, достаточно быстро. Поэтому надо быть вдвойне внимательным. На этот раз попытать счастье на подмерзшей трассе решилось 23 экипажа. В этом году для любителей скорости организаторы подготовили новую трассу на территории ипподрома села Большой Нагаткино. Дорогу не использовали многие годы. В Цельнинском районе новая трасса, которую мы нашли буквально вот только 2-3 недели назад. И в следующем году планируем ее задействовать на чемпионате России. Очень приятно, что администрация Цельнинского района и глава администрации, ну и все, в том числе силовые структуры и органы правопорядка, ГОМЧС и здравоохранения на нашей стороне пошли нам навстречу. Задача каждого экипажа, состоящего из пилота и штурмана, как можно быстрее пройти скоростные участки. После финиша первого скоростного круга обязательная дозаправка и осмотр машины в центре села. Там же прошла торжественная церемония открытия соревнований. Затем экипажи отправились на второй круг. По словам организаторов, к новому сезону появились новые спортсмены-участники. Заявлена команда от автомобильного завода, экипажи «Газрейдспорт» и «Шелковый путь». Анна Тищенко, Александр Кудряшов, Новости Улправда ТВ. И последняя новость на этой неделе. На заседании Совета по промышленной политике глава региона выступил с инициативой сделать 31 декабря выходным днем для ульяновцев. Он подписал указ, согласно которому последний день декабря станет выходным для госслужащих. Где именно и в какой обстановке это произошло, смотрите в нашем материале. В рамках рабочего визита Сергей Морозов осмотрел производственные площадки компании «Легран», после чего принял участие в заседании Совета по промышленной политике. После награждения лучших работников и организации отрасли губернатор призвал всех руководителей предприятий сделать 31 декабря выходным днем для своих подчиненных, чтобы люди могли больше времени провести в кругу семьи и друзей. Будем просить вас уже обработодателя, что касается чиновников, это моя прямая, там, что называется, разум ответственности, 31 числа сделать выходной день. Мне кажется, люди, конечно, с нетерпением этого ждут, все тружики, потому что, ну, 31 все же, это такой домашний уже день. Надо готовиться к настроению, в конце концов, соответствующим создавателям. Сергей Морозов отметил, что последний день года людям хочется провести дома в приятных хлопотах рядом с родными и близкими. Поэтому просил присоединиться к этой инициативе всех работодателей Ульяновской области. Наталья Чумаченко, Данил Сурков. Новости Улправда.ТВ. Это все новости на этой неделе. Смотрите нас на телеканале Улправда.ТВ. Ежедневные итоги дня выходят по будням в 18.30, 20.30 и 22.30. А также на информационном портале улправда.ру в 18.50. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...